дорогие любительницы вышивки я с удовольствием приветствую вас в гостях канала кристалл с вами любовь сегодняшнее видео я назвала сиреневым потому что в нем я буду вам показывать сиреневые вещи и первой из них является мой выигрыш в марафоне 24 часа с вышивкой напомню что я заняла там почетное второе место призовое выиграла я без корню ручной работы и как и обещала показываю его вам потому что мне приехала вот такая чудесная небольшая посылочка из Украины от Людмилы из канала богини рукоделия открываю ее вместе с вами чтобы посмотреть наконец и подержать в руках это мое сокровище которое я видел только на экране итак нас встречает уплотнитель и вот уже видно сама виновница торжества также вот мне были подарены три упаковки ниток модера мне они очень нравятся классные нитки белого цвета думаю они мне пригодятся обязательно вот такие деревянные заготовочки для вышивки и фетровые задники ананасик только апельсина здорово я никогда не вышивала на деревянных основах и будет время я обязательно попробую вышью ну думаю будет неплохая игрушка для новогодней елочки вот ну и вот такая красавица ко мне приехала просто жемчужина в жемчужнице ох какая красота невероятная просто ручная работа без корню я никогда не видела не держала в руках без корню знаю что их используют как игольницы как елочные украшения девочки самостоятельно делают но поскольку я очень не люблю собирать какие-то вещи и конечно же не смогу вышить такой сложный рисунок то для меня это просто нечто запредельное вот такая красивая усыпанная бисером без корню которая имеет магнитик на задней стороне ее можно уже куда-то присоединить к железному железной поверхности вот вышита на шовчиками при с применением ниток разноцветных неравномерно окрашенных я знаю что вот эти элементы они как-то называются джессика еще что-то но для меня это просто красивое слово я не представляю даже какой элемент здесь джессика вот я знаю одно что она просто классная потрясающая вещь очень деликатная со вкусом сделано подобрана и основа и ниточки вот ну наконец-то она ко мне приехала ехала две недели вот и теперь радует меня это просто что-то с чем-то очаровательная вещичка стоило того чтобы побороться за нее и это замечательный прекрасный бонус к моим продвижением когда я вышила свою марию на почти 7000 петитов которые были пересчитаны в крестики и оказалось конечно поменьше сумма вот очень легенькая такая упругая без корню вот теперь у меня она тоже есть и мне не надо учиться делать такое самостоятельно потому что несмотря на то что мне такие вещи очень близки очень нравится я не представляю как это сделать самостоятельно я но помню делали мы в школе какие-то поделки и вот такие стежки назывались и за нить мы делали какие-то цветочки вот что-то такое на картоне вот но здесь конечно все гораздо сложнее по сравнению с тем что нам преподавали я видела из-за нить конечно обалденные произведения ручной работы вот но когда это сделано на ткани сделано нитками бисером сделано еще в качестве приза от всего сердца от всей души я знаю людмилу по ее видео и просто восхищаюсь ею до того это милый добрый открытый и доброжелательный человек получить от нее подарок есть сделанную ее ручками это просто огромное удовольствие людмила огромное тебе спасибо за такой чудесный подарок за то что ты придумала сделать его призом для меня это очень очень важно очень очень ценно я уверена что он украсит твой подарок он украсит мой рукодельный уголок и уверена что все кто будет на него смотреть будут обращать внимание на эту вещь и потому что мои близкие не избалованы вот такими подарками и такими вещами ручной работы потому что прикладную вышивку я не вышиваю я очень очень от этого далека но всегда конечно хотелось иметь нечто подобное миниатюрное красивое вот такая вот красота поселилась в моем доме ну а теперь перейдем ко второй сиреневой работе о которой я хотела рассказать и в частности я хотела показать как я оформила свою девушку от миробилии речь идет о вышивке которая называется stone roses каменные розы от норы корбит от компании миробилия а я совсем недавно вышивала эту девушку показывала вам готовую работу и как я ее закончила я сразу отнесла ее в багетную мастерскую и вот таким образом она у меня оформилась я хотела оформить ее обязательно в белую воздушную раму кружевную красивую естественно и не хотела тратить много денег я на сайте бел багет мастера вернее на их канале я увидела картину оформленную в белый багет узкий и очень красивый причем был дан комментарий что это очень дешевый багет и я подумала что вот он идеально подойдет для моей вышивки ну как у меня обычно бывает я приношу в багетную мастерскую вышивку и потом уже дома подбираю багет сообщаю владельцу багетный мастерской артикул и больше я там не появляюсь но как только я переступила порог этой багетной мастерской я увидела вот этот деревянный багет и все мое сердце растаяло я забыла что я там хотела другое несмотря на то что он конечно очень красивый но мне кажется что багет такой ширины вот как сейчас я вам показываю он тоже очень хорошо смотрится и более выигрышно преподносит мою работу ну и конечно это дерево и дерево окрашено в неоднородный белый цвет а именно с сиреневым протиром как вы можете видеть в узорах вот в этой лепнине вот там кружочках окаймляющих вышивку имеется протир сиреневого цвета и это отлично перекликается и гармонирует с фоном вышивки мне очень понравилось и к тому же я узнала что именно сейчас багетная мастерская формирует заказ на багет и я успеваю сделать заказ и запрыгнуть в последний вагон а не ждать следующей партии и я недолго думала и заказала этот багет вот таким образом все удачно сложилось все просто замечательно единственное что я не собиралась ехать в этот день багетную мастерскую и совершенно забыла о том что у меня нет припусков сверху и снизу у меня осталось катастрофически мало свободного места для того чтобы подогнуть и натянуть вышивку должным образом я хотела пришить по краям отрезы ткани как я делала с эсме и русалкой атлантиды которые кстати там же на оформлении до сих пор находятся но там идет дорисовка и работу кипит полным ходом и скоро я думаю ее тоже я заберу и буду вам показывать ну так вот я в спешке забыла о том что у меня вот такая проблема имеется и когда пришла в багетную мастерскую только там я вспомнила об этом я так расстроилась потому что я хотела дать этой картине побольше воздуха побольше пространства над и под статуи и с боковых сторон тоже но катерина хозяйка багетной мастерской меня заверила что будет и имеющихся имеющиеся длины хватит для того чтобы натянуть нормальным образом эту вышивку я даже просила ее сделать скобами то есть зацепить за самые краешки скобами приковать так скажем эту вышивку но она ни в какую не соглашалась потому что говорит скобами мы не прикрепляем вышивку не закрепляем мы оформляем только так как учит айвар пожарский у него конечно несколько вариантов натяжки основы на картон но они используют только обратимый способ когда канва подворачивается и там уже с той стороны картона прикрепляется никаких скоб здесь не используется вот ну и естественно никакого скотча который прикасается к лицевой стороне она тоже просто исключено ну конечно я живу за городом и мне очень сложно найти время чтобы доехать багетную мастерскую и я конечно хотела надставить забрать надставить ее дома но решила что доверюсь я мастеру и посмотрим что из этого получится вот ну и когда я забрала вышивку я посмотрела что в целом все очень даже неплохо гармонично мне очень понравился размер полученный она небольшая но и не маленькая вытянутая мне очень понравилось конечно и сейчас меня посещают мысли о том что следовало бы немного немного расширить это все дело но и так мне очень все нравится хорошо получилось не буду больше об этом думать потому что это хороший вариант я думала что будет еще меньше расстояние от головы до верхней рейки и от постамента до нижней рейки багета вот но как все смотрится мне очень понравилось говорю багет очень подходит сюда он подходит по фактуре по цвету к платью но вообще к цвету этой статуи а протиры подходит под основу и все это очень гармонично смотрится будто этот багет вообще создан для этой для этого для этой основы и для этой вышивки вообще между прочим хочу сказать поправить себя это нильон основа здесь мурана я вышивала на мурана это фабричное окрашивание не ручное окрашивание такой цвет доступен к покупке и насколько же я была удивлена и потрясена когда увидела что присланная мне без корню выполнена на той же основе если не ошибаюсь посмотрите без корню вышито также на мурана точно такого же цвета Людмила напиши пожалуйста если будешь смотреть так ли это не ошибаюсь ли я и ты действительно вышивала на мурана вот такого сиренево пыльного приглушенного оттенка как и я вышивала свою вот эту статую вот вот такой гарнитур комплект у меня получился совершенно неожиданным спонтанным образом поэтому эти две красивые вещи попали в одно красивое видео я надеюсь вам понравился мой рассказ и мой вариант оформления вышивки stone roses пишите ваше мнение в комментариях относительно того видели ли вы еще какое-то оформление этой картины я несколько видела и все они оформлены примерно таким образом примерно одинаково потому что по моему такие картины оформлять вот в подобного рода багет это уже стандарт классика и самый верный ход здесь не нужно ничего думать и придумывать мучиться что-то там выбирать все сошлось и очень прекрасно получилось на этом я буду заканчивать свое сегодняшнее видео всего вам доброго девочки до свидания